Добрый день дорогие мои друзья! Сегодня у нас продолжение рассказа о том, что же подходит фигурке, у которой есть животик. Мы с вами в прошлый раз затронули очень важную интересную тему, потому что очень много пришло просьб рассказать об этой всей истории. И мы поговорили с вами коротко, буквально напомню о том, чем мы разговаривали в прошлый раз, чтобы плавно перейти к тому, чем мы будем заниматься сегодня. А сегодня, как я вам и обещала, мы поговорим о том, какие фасоны подойдут вот таким вот нашим барышням, у которых есть вот такой вот животик. Мы поняли в прошлый раз, от чего зависит неправильная посадка базовой конструкции, от чего у нас вот так задирается впереди полочка и провисает спинка, потому что животик выталкивает. И что нужно сделать с этой базовой конструкцией? Итак, еще разочек, буквально несколько слов напоминаю предыдущую тему, потому что это очень важно. Пожалуйста, запомните раз и навсегда, что когда вы строите базовую конструкцию, вы стремитесь вот в такой правильной пройме и рассчитываете на грудную выточку обычным образом. Когда вы снимаете мерочки, особенно балансовые, вы определяете осанку фигурки. Так, если обычная осанка у вас 1,3, то на грудную выточку обычно остается расчетной. Если перегибистая осанка, то баланс будет 4 сантиметра, разница между ДТП и ДТС. И на грудную выточку нужно увеличивать, что и происходит, когда мы встречаемся с вами со ступающим животиком. Ну и, конечно, наконец, просутую фигурку, все наоборот. Мы с вами вспомнили, как мы измеряем мерочки. В таком случае это очень сложные фигурки. На самом деле, многие фигуры, у которых есть животик, вы очень часто допускаете ошибку на самом первом этапе, когда вы снимаете мерочки и определяете осанку фигуры. Именно неправильная определенная осанка фигуры, она не помогает, она препятствует вам до создания базовой правильной выкройки. И потом в результате вы огорчаетесь, потому что платьица на вас не сидит, а задирается и получается в заломах. Так еще разочек, посмотрите, у кого есть животик, очень тяжело выдержать вот этот шнурочек параллельно полу. Поэтому завязывайте тоже, используйте хлопчатобумажное приспособление и определяйте это очень точно. Ну вот, итак, мы коротко вспомнили о том, о чем говорили мы в прошлый раз. Вот эта фигурка у нас, вот эта платьица неправильная, а вот эта платьица, когда мы увеличили раствор на грудной выточке, как бы приподняли вот эту боковую часть наверх, оно будет правильным. Оно перегнет нашу полочку вот таким вот образом, выровняет нам и линию бокового шва, и линию низа. А сейчас поговорим о фасонах. Итак, посмотрите, моя любимая история, чтобы я всегда, давайте начнем не с этого, давайте начнем вот с этого варианта. Значит, вот это то, что предлагает нам интернет, то, что предлагает нам Пинтерест, то, что мы чаще всего можем услышать и увидеть у всяких блогеров, которые рассказывают нам подобного рода истории. Посмотрите, принято считать, что если у нас есть животик, ну человек беременный, например, да, молодая девушка, то, конечно же, ей надо место для животика освободить. И поэтому делается подрез или кокетка сразу под грудью, сразу под грудью в той области, где у нас начинается с вами животик. И вот в этом месте драпируется наше изделие, то есть подрез выполняется буквально-буквально вот на этом месте. И отсюда начинается вот эта вот наша присборочка, которая расширяет нам юбочку, позволяет животику много и продуктивно расти. Ну, в обычной жизни, если мы не беременные, то, как правило, нам этого роста и не нужно, да. И поэтому вот это платье, это уж чересчур намек туда, хотя они удобны, хотя они комфортны. Почему я не советую вот эту модель для наших барышень, у которых все-таки есть выступ живота, как мы с вами говорили, да. Напоминаю еще разочек, выступ живота считается наличием, имеется в наличии только тогда, когда вот эта грудка, если ее сравнить с животиком, не доходит до выпуклости живота, когда животик выходит за пределы грудных желез. Но если у вас есть животик вот такой, а к нему прилагается вот такая большая грудка, вот такая буквально большая грудка, да, то считается, что у вас животика нет. Обратите, пожалуйста, на это внимание и не применяйте вот эти все наши приемы для таких фигур, потому что для таких фигур, когда мы просто полненькие, есть другие вещи. Мы говорим конкретно о выступе животика сегодня. Вот, так вот, почему я вот эту вот историю, ну не то, что бракую, я хочу, чтобы вы к ней относились достаточно осмотрительно. Почему? Потому что я уже объяснила первая причина, она слишком делает нас конкретно беременными. Раз. Вторая причина. Какая? Почему она мне не нравится? Так как верх у нас хрупкие, грудки маленькие, а низ у нас достаточно большой, вот в этом месте у нас есть животик, да, то вот эта история низ большой подчеркивает, а мы должны балансировать. То есть нам нужно не подчеркивать вот эту область, где у нас много, а отводить от нее глазки мы должны. То есть акцент в этом месте располагать нельзя, но мы должны увеличивать объем вот в этой части, чтобы была гармония, чтобы немножко выравнивалась вот эта наша вся модель, да. То есть там, где мало, мы добавляем воротнички, складочки, брюшечки, какие-то детали, какой-то декор вот сюда надо придумать, а наоборот отсюда этот декор убрать. Ну, еще какая история в минус. Когда вы делаете вот это платье с такими подрезами под грудью, да, наше так называемое, вот, то мы должны делать, это делать широким юбочку. Раз юбочка широкая, она не может быть зауженная. Раз она широкая и не зауженная, она расклешенная к низу, или просто прямая, то тогда ваше платье должно быть очень длинным. Чтобы большой объем здесь компенсировался большой длиной преувеличенной и создавал форму вытянутого прямоугольника. У кого большой рост, или выше среднего, да, хотя бы, ему это подойдет. А у кого маленький рост? Маленьким людям нельзя делать большую длину. Представляете, какой парадокс? Маленьким людям надо делать умеренную длину, чтобы общие пропорции тела сохранялись, а вы не превращались вот в какую-то вот просто горячую ткань. Очень уменьшает рост длинное платье для маленького человека. Знаю, это не понаслышке, потому что сама такая. Еще одна распространенная история в интернете. Наше любимое, ваше любимое платье санаторий, о котором тут столько мечей у нас разбилось в свое время, когда я его опубликовала, да. Ну, о чем оно? Оно опять о том же, что в области животика мы добавляем вот эту драпировку. И опять все повторяется, как и здесь. То есть широкий низ, надо, чтобы длина была. Длина не у каждого своя. Не у каждого есть. И опять оно скучненькое вот здесь. Такая же история вот в этом варианте. Хотя мне само по себе вот это очень нравится. Да, выше груди вы сделали какую-то кокеточку. Посерединочке добавили вот такую драпировочку. Опять платье стало широким, летящим. Плюсы вот этих вот платьев для фигурки с животом в чем? В том, что мы можем их решить, допустим, из штапеля в розочку. И сделать их такими домашними, для отдыха, уютными, комфортными, свободными. Потому что широкие юбочки, они всегда нам делают, доставляют нам удобство, комфорт. И за это мы их любим. То есть, если у вас такое назначение, ради бога, делайте так. Но всегда вы должны предчувствовать свой результат и предвидеть, что будет потом в конце концов. Что предлагаю я? Посмотрите, давайте вот эту картиночку разберем. На что обратить внимание? Вы хотите сшить платье для офиса. Просто маленькое платье. Так, чтобы вы в нем выглядели компактно. И рост у вас, к сожалению, не метр семьдесят с лишним, а поменьше гораздо. Поэтому, что же будет хорошо здесь? Вот давайте на эту первую фигурку посмотрим. Как здесь расставлены акценты и какая форма у этого платья. Обратите внимание, вот здесь у нас животик. Помним, что грудки маленькие. Да? Раз грудки маленькие, верхнюю часть хочется наполнить. Что я тут изобразила? Представьте, например, маленькое черное платье, пресловутое. И очень такое распространенное. Связываем всегда с Коко Шанель, с понятием элегантность. Чистота какая-то, лаконичность, что сегодня, кстати, в моде. И вы вот на это маленькое черное платье оформили горловинку. Представьте себе белая органза плотненькая такая. Вы ее насобирали, насобирали, сделали какую-то оборочку. И вот эту оборочку вот сюда вот пришили. Посмотрите, какой будет контраст. Все внимание отсюда уйдет вот сюда. Это объемная стоящая оборочка. Вот такая вот какая-то рюша, оборочка. Разные варианты тут можно насочинять. И как это сделать? Сейчас мне об этом речь. Важно, чтобы был большой объем, яркий объем, контрастный объем. Понимаете? И грудка стала больше. И у вас отвлекается внимание от проблемной зоны. И грудка увеличивается. Плюс, плюс. Дальше. Посмотрите, все делают широкие платья. А я делаю платье на такую фигурку, зауженное книзу. Почему? Потому что общая масса тела, вида, внешнего вида, она сокращается. И вот такое платье можно сделать длиной, чуть прикрыв коленочку. И оно подойдет невысокой женщине. Даже если вы полненькая. Но вы не делайте вот эту широкую юбку внизу. Хотя вам удобно, она комфортно. Сделайте средний шов по спинке. В нем сделайте шличку, складочку в конце концов. И вы выдержите, и вам ножка будет двигаться. И вы позволите себе вот такую историю сделать из плотного трикотажного полотна. Типа джерси какого-нибудь. Которая не будет стягивать вам во время ходьбы вот этого движения. Потом, когда бедра у нас широкие. А мы говорим о полненькой фигурке. Все-таки о животике вот в этом месте. Мы легко можем себе позволить зауженное к низу платье. Немножечко. Полтора-два сантиметра с каждой стороны. И без шлицы сзади. Потому что трикотажная ткань, трикотажное полотно. Оно добавит нам комфорта. И вот обратите внимание на эти две истории. Первое платьице и второе платьице. Да, они одинаковые вверху. Но у второго платья вы добавили раскрешененький низ. Широкий, динамичный. Может быть вы решили его за счет вот таких вот отрезных бочков. И вот здесь добавили раскрешение. Вам удобно. Но вы стали шире. Вы стали больше. Вот этот объем никуда не ушел. Хотя он правильно. Акцентов на нем нет. И вы его прошли. А широкий объемный низ, животик. Сделает вот с широкой юбкой еще больше ваше изделие. И вы общая масса тела будет увеличена. Сравните вот эти два подхода. И вы сами почувствуете разницу. На что еще хочется обратить внимание, чтобы вам было хорошо, мои дорогие. На то, что я увеличила нагрудную выточку. Ну, допустим, перевела ее сюда. И вот в этой области я сделала маленькие-маленькие выточки. Сейчас я их прям покажу, где они делаются у нас на нашем платье. На нашем платье. Вот это вот платьишко я вам, конечно, в прошлый раз изрезала. Но, тем не менее, я его вот так вот сейчас покажу. Мы вот такое вот платьице сделали. Видно? Видно. Сейчас это из кадра уберем. Посмотрите, где делаются. Как бы я оформила вот это наше платьице. Как бы я его оформила. Значит, вот у нас такая выточка. Ну, давайте пока про нее забудем. Ну, пусть она вот такая будет, да? Хотя это мне немножко мешает. Я бы боковой шовчик сделала вот так, приталила. Потом бы я ушла вот сюда. И немножко-немножко так завузила к низу. Вот так я бы оформила примерно боковой шов, чтобы повторить вот эту силуэтную форму. Так? И посмотрите, где талия. Вот где талия, да? Потому что мы баланс увеличили. А вот здесь вот грудь. Вот здесь у нас грудка. Вот такой шарик нагрудный у нас в груди идет, да? А вот здесь вот у нас уже животик пошел. Вот это все наш там большой животик сделан. А вот в этом месте сбоку ямка, как раз там, где у нас есть проймочка, начинается проймочка. И вот в этом месте я делаю нашим девушкам вот таким, вот такую маленькую выточку. Она даже не спускается ниже талии. Этого не нужно. Посмотрите на свою фигурку. Найдите вот эту ямку. Найдите, да? Измерьте расстояние от вашей точки С, от центра груди до вот этой ямочки. И вы его можете отложить на своей выкройке. Будет вам счастье. Ну, а нагрудная выточка у нас уйдет куда угодно. Очень удобно ее прятать вот сюда. То есть разрезать от проймы. Вот так ножничками, да? Разрезать от проймы и поместить ее, вот это у меня из бокового шва нарисовано. А наша выточка будет выглядеть вот так вот. Немножко как бы сверху она пойдет. Если вы сделаете ее вот так из проймы. Ну и что? Так тоже делать возможно, зато она не будет мешать вот этой талиевой выточке. А если вы будете делать выточку все-таки вот так вот из проймы, как у меня нарисовано вот в этом месте, да, на грудную, увеличенную на грудную выточку, то вам придется вот эту вот боковую талиевую выточку немножко спустить ниже. Немножко укоротить ее вершинку. Хотя это очень условно. Можно, если у вас пройма достаточно высоко, это у меня макетик вот такой вырезан, да, то можно сделать и выточку из бокового шва, и вот эту талиевую выточку сюда поместить. И тоже будет все замечательно. То есть, прошу вас, обращайте внимание вот на эту историю. Ну, еще посмотрите на третью нашу картинку, да. Это, конечно, какие акценты здесь. Обратите внимание. Значит, та же самая форма, что и первый раз. Рекомендую я вам такую делать форму. Ну, она не подходит единственно тем, у кого еще широкие очень бедра. У кого широкие бедра, те вынуждены делать вот такую форму. А когда у вас обычная фигурка или даже узкие бедра и появился животик, то вот такая история вполне подойдет. И обратите внимание вот на это. Когда у нас маленькая грудь, нам хочется ее увеличить. Если вы не будете делать вот таких вот нагрудных выточек, да, а вы сделаете кокетку, а из-под кокетки вот эту вот увеличенную нагрудную выточку разобьете на три защипа. И у вас вот здесь в области груди как бы визуально появится, ну и физически появится какой-то объем. Можно делать не три защипа, а можно сделать драпировочку. То есть, мягкую вот такую вот сборочку прошить на машинке, стянуть, собрать и сделать тоже красиво. Очень много я перешила в свое время платьев, блузок вот с такими вот элементами, как кокетка. И опять же, если хотите подобрать объем, да, если у вас какое-то платье такое с более плотненькой тканью, вы добавляете вот эту маленькую выточку, которая даже не доходит до линии талии. Таким образом у вас даже как бы ножки удлиняются, потому что этот акцент идет выше талии. Вот эта ямка, она выше талии, сразу под грудью она формируется, да, нижняя часть становится больше, длиннее, и ваши пропорции только улучшаются. И последнее, мои дорогие, посмотрите, какой красивый воротник, переходящий в какой-то банк. Вы скажете, что это не модно, что это туда-сюда. Да, мода, это классика жанра. Она приходит и уходит. А вот красота, разумность, правильная расстановочка акцента, она вечно. Если вы вот этот вот выполните шарфик-бант, переходящий из другой ткани, это крепкая какая-то ткань, форма устойчивая достаточно, да, плотненькая, то это возьмите ткань компаньон из шелка, из ткани, похожей на шелк, из искусственного шелка, в конце концов, да, сделайте в горошек на черное платье, белый в черном горошек, сделайте что угодно, сделайте другой цвет, подберите ткани компаньоны по фактуре и подберите контрастные по цвету. Что вы сделаете? Вы вытянете, вы на широкую фигурку полненькую, да, вы вытянете вот эту, сделаете акцент посерединке, и вы вытянете эту фигурку, разобьете эту полноту на два. Это может быть просто, галстучком можно это завязать. Мы здесь пришивали какие-то вот такие вот петельки и продергивали туда. То есть каких только историй не было, шире, уже, придумывайте что-нибудь. Любой акцент, который будет расположен вот здесь, он отвлечет внимание от вашей проблемной зоны. И будет вам красота, и будет вам счастье. И еще несколько слов хочется сказать о том, что предлагается на полненькую фигурку в интернете. Посмотрите, очень много вот таких строгих платьиц из однотонной ткани. Вот это, я думаю, будет неплохо смотреться, потому что акцент от животика отвели в сторону и расположили его вот здесь сбоку. Пожалуйста, когда маленькая грудь, добавляйте здесь что угодно, и будет вам хорошо. Но неудачное решение вот в таком очень симпатичном платье. Посмотрите, какое оно интересное, это платьице, да. Оно подойдет просто полненькой фигурке, может быть, да, у которой хорошая выразительная грудь. Подойдет многим, но не подойдет нашей девушке, у которой появился вот здесь животик, потому что это горизонтальная линия, потому что яркий акцент, потому что делит пополам, и потому что все, что привлекает внимание вот в проблемной зоне, нам не подходит к такой фигурке. И уж совсем плохо, когда пытаются барышни с большими достаточно формами, надевать и решить себе вот такие вот асимметричные драпировки, платье вот с такой асимметричной драпировкой, потому что именно вот эта драпировочка, она требует большой утяжки, то есть должны появиться минусовые прибавки в этой области, иначе драпировка вот так вот провиснет, и будет очень нехороша, да. И всевозможные утяжки в этой области, отсутствие прибавок по талии, по бедрам и по груди, у проблемной фигурки, сами понимаете, что это такое. Это демонстрация тела, наших гусениц и всех-всех недостатков. Ну и кроме всего прочего, даже если ткань плотненькая, вы не увидите никаких гусениц или оденете там какое-то белье, вы сбоку будете выглядеть как очень сильно беременным человеком, потому что вот эта драпировка всегда сбоку, она всегда увеличивает объем на груди. Зачем нам это все делать? Вот еще такое небольшое дополнение к тому, что хорошо и к тому, что плохо. Опять я увлеклась, опять прошло уже достаточно много времени. На этом разрешите сегодня закончить. Всего вам доброго, никому не болеть, всем быть здоровенькими, красивенькими и счастливыми. Всем всего лучшего, самого доброго, всегда ваша, Галина Коломейко.